Аминь Присаживайтесь, пожалуйста, и на этой неделе мы изучаем главу, которая называется Насо, это книга Бе-Медвар или книга чисел, с 4 главы, с 21 стиха по 7 главу, 89 стих. Глава Насо, самая большая глава Торы. Идет продолжение темы, начатом на предыдущей неделе, в предыдущем разделе. Продолжается исчисление сынов Израиля, которые годны для войны, которые годны для служения Богу. И наша глава повествует о следующем. Начинается все с списка сынов Герсона, сынов Мирари и их обязанностях при переносном храме. Далее подводится итог переписи сынов Леви, то есть Левитов. И насчитано их 8580 человек. Неплохая команда, да? Людей на полновременном служении. Так сильное количество. И далее нашему вниманию представлены некоторые законы. Это законы. Первый закон это о том, что кто не мог находиться в стане. После этого дан закон искупления вины. Следующим законом это закон сота, женщину, которая дала повод к ревности мужа. И четвертым законом является закон Назарейства. Также в нашей недельной главе мы читаем всем нам хорошо известное и хорошо любимое благословение Аарона. Мы его практически каждый шаббат слышим. И мы о нем знаем хорошо, но возможно сегодня узнаем больше. Чуть-чуть. И заканчивается все большим списком, такими из 89 стихов, список приношений от руководителей колен сынов Израилевых. И в данной главе о каждом из этих отрывках можно говорить комментарии. Можно комментировать каждый закон, каждое действие очень интересное. Но вы знаете, я кстати главу НАСО комментировал и вот последний раз, кажется это было в прошлом году, как раз мы рассматривали законы сота, закон женщины, которая проверялась горькой водой и закон искупления вины. Но сегодня вот я почему-то хочу поговорить не о каком-то конкретном законе, а о порядке, о хронологии данных законов, потому что мне стало интересно, почему законы идут именно в таком порядке. Почему все именно так происходит и я с вашего позволения пройдусь по всем законам и попытаемся в конце понять, почему именно так, а не по другому. Ведь мы с вами знаем, что у Бога все идет так, как надо, все идет правильно. И если законы данные в определенном порядке, то есть определенная связь и они к чему-то приводят. И за всем этим построением, за всем этим действием мы можем видеть некий духовный смысл, который Бог влаживает в данное построение событий и в данное устроение законов. И давайте попытаемся сделать это вместе с вами. И как мы читали в предыдущей главе в Бэмидбар, то помните, что через год, через и один месяц началось исчисление сынов Израиля. Мы знаем, что за месяц до этого, ровно через год, была устроена скиния и началось храмовое служение. Если мы вспомним, то примерно, ну можно сказать, где-то если посчитать, я порядка восьми с половиной месяцев строился Мишкан. До этого был Синайский договор, до этого был непосредственно выход сынов Израиля из египетского рабства. И все это были определенные этапы жизни и развития Божьего народа. И на каждом из этих этапов Господь давал определенные предписания, постановления, законы. И для нас с вами хорошо известно, что все события, которые описывались в Ветхом Совете, это есть для нас определенные образы. И смотря на этапы развития израильского народа, мы можем видеть параллель развития Божьей общины и понимать принципы, как развивать нашу общину. И в нашей с вами главе мы видим, что народ святой уже создан, уже все сделано, сформировано царство священников, все уже как бы работает, уже считают, посчитано, расставлено, как оно должно действовать. И сделаны основные вещи. Ну, какие это вещи? Это совершено сам исход. Вот. Народ вошел в договор с Богом, заключен завет с Богом. Следующим что? Устроен мешкан и место встречи с Богом. Потом все посчитаны и расставлены для движения вперед. Вот. В принципе, если посмотреть, то вся структура сделана, структура уже готова. Осталось только двигаться вперед. И забегая немножко вперед опять-таки, мы узнаем в следующей главе, что народ вперед и двинулся. И давайте вот посмотрим, что почему после определенных действий, когда все устроено, все работает, Бог дает определенные законы. Это, я думаю, неспроста. И первый закон. Первым законом это было то, что выслать всех прокаженных, имеющих истечение и оскверненных от прикосновения к мертвых из стана. И как нам с вами хорошо известно, что Бог желал обитать среди своего народа. И важным условием Божьей шахины среди народа это была чистота стана. Для этого человек, в первую очередь, он сам, зная закон Божий, он должен был смотреть за собой, не является ли он нечистым. Но были также поставлены люди определенные, которые смотрели и определяли, чист является человек или нечистый. Это были священники, которые это и делали. И в случае, если человек оказывался нечист, то его отделяли от народа, он уходил в нестан. Я не буду углубляться в эти моменты конкретно, хочу пройтись по всем, чтобы сделать вывод. Но скажу одно, что делалось это для того, чтобы другие люди не осквернились от этих нечистых людей. Одним из моментов было, чтобы не осквернились от этих людей. И мы можем видеть такое же повеление в Новом Звете. Я хочу почитать вам некоторые из мест Писаний, которые связаны с этим же вопросом. Это Евреям 12 глава, 15-16 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, что не было между вами никакого блудника, нечистивца». Ну, и там стих идет дальше, читать не буду. 1 Коринфянам, 5 глава, 11-13 стих. «Я написал вам, не сообщаться с теми, кто называется братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или залоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы суете? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». И как тогда народ не мог двигаться вперед до момента, когда эти люди не были удалены, так я хочу сказать, что и сейчас движение общины будет затруднено, если в среде нас будут такие люди. Вот поэтому и существуют определенные дисциплинарные взыскания, которые помогают этим людям, во-первых, восстановиться. Это не есть для того, чтобы удалить и все, и забыть о них, ни в коем случае. Это происходит на время для того, чтобы эти люди восстановились, но чтобы не освернились многие от этого, чтобы община двигалась вперед. Это есть условие. Следующий закон. Следующий закон – это закон, определяющий сферу взаимоотношений. Потому что сегодня Валентин Романович говорил, и мы с вами хорошо знаем, Писание учит нас о том, что в нас узнают учеников Христовых, если мы будем иметь любовь друг между другом. И наша миссия с вами – это явление Христа, явление Бога другим народам. У израильского народа миссия была такая же самая. Они должны были стать светом для других народов и нести Бога в другие народы. И если посмотреть вообще на понятие любви, понятие любви – это что? Это плод. Это плод духа. И духовность человеческая, она определяется не только, скажем так, насколько ты молишься хорошо, насколько ты понимаешь Писание, но я бы сказал, в большей степени духовность определяется вот как раз именно отношениями. Насколько ты готов смирить себя, насколько ты готов примириться с человеком, насколько ты готов возместить, если ты поступил неправильно, возместить ту часть человеку, которую ты должен. В этом есть наша духовность. И опять-таки, этот принцип мы можем видеть в Новом Завете. Я прочитаю несколько стихов. Это 1 Иоанна. Очень интересное послание. 4 глава, 7-8 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что в Бог есть любовь. 5 стих, 5 глава, 1-3 стих. Всякий верующий, что Ишуа есть в Машеях, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем мы того, из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. И закон искупления вины, он как раз и регулирует эти взаимоотношения между людьми. И если мы почитаем данный закон, то мы увидим там четкую связь об отношениях с людьми, отношениях с Богом. Потому что человек, который грешит против человека, он автоматически грешит против Бога. Об этом написано в нашей главе. И вы знаете, действительно, что мы видим из данного раздела, что исполнение, вот по сути, если размыслить, оно не тяжелое. Для этого единственное надо что сделать? Надо понять и принять, что это постановление Божие. Ну, в принципе, вот вообще со всяким постановлением, но очень просто. Надо согласиться с Богом и сказать, да, я готов это сделать. Ну, оно просто на словах в жизни не всегда, конечно, оно просто, но по сути просто. И вы знаете, есть у меня две новости такие. Одна плохая, другая хорошая. К сожалению, это то, что мы все с вами согрешаем. Да, ну, совершенного нет ни одного. Но хорошее новое, что у нас всегда есть возможность, и Бог всегда дает нам возможность исправить наши неправильные поступки. И в данном разделе как раз и показано, что если ты понимаешь, что это надо, что это правильно перед Богом, тебе дается возможность это сделать. Даже если человека нету, перед которым ты пригрешил, ты можешь возместить наследником. Нету наследником ты можешь принести это в храм, но сделать то, что определено сделать Богом. И важно понимать, что это можно сделать всегда. Акцентирую внимание на слове «всегда». Хорошо, следующий закон. Закон, определяющий, ну, это закон сата, закон, определяющий взаимоотношения внутри семей. И мы знаем, что в еврейской традиции семья имеет наиважнейшее значение. И Бог, соединяя двоих людей, Он двоих делает одной плотью, делает одним, целостным, едимым, нерушимым. И Тора называет заключение вот этого брачного союза кедушим, что значит посвящение, когда мы посвящаем свои жизни друг другу. И в этом есть определенная уникальность, в том, что две личности, они становятся одним. И вы знаете, вот эти вот отношения, которые есть между мужем и женой, я имею в виду отношения любви, интимная близость, это подтверждает друг другу взаимную уникальность друг друга. Ну, уникальность друг друга. И Господь, поэтому Он очень серьезно относится к отношениям внутри семьи. Опять-таки, я не буду рассматривать углубленный этот закон, но мы с вами знаем, что за нарушение, скажем так, союза, когда было два свидетеля нарушения, когда люди входили в интимную связь с другим человеком, то наказанием была смерть. В нашем же законе предлагается, говорится о случае, когда этих свидетелей нет, но женщина, она дала повод, чтобы муж ее подозревал. И вообще, если мы посмотрим, то данный закон, он, я бы сказал, идет на созидание семьи, потому что, в принципе, люди могли не делать этого. Люди шли к священнику тогда, когда они хотели семью сохранить. Потому что, как говорят комментаторы, и как мы знаем из Писания, мужчина имел вообще возможность развестись, ему не надо было повода прелюбодеяния. По данному закону, женщина, она могла отказаться от этого действия. Она могла, у нее было такое право отказаться от этого. Но тогда за этим следовал развод. Но если люди шли к священнику, это говорило о том, что они готовы и хотят сохранить этот союз. Потому что, к сожалению, так устроен человек, сущность природы человека, что иногда чувства и эмоции, особенно мужчины, они вызывают такое понятие, как ревность. И ревность, она не несет баланса в семью, она, наоборот, разрушает. И этот закон дан для того, чтобы этого не происходило, а для того, чтобы семья была восстановлена. Следующий закон. Закон назарейства. И, кажется, вот если посмотреть, опять же, если мы рассматриваем, почему законы шли в таком порядке, можно подумать, ну, к чему закон назарейства, он связан с этими законами. Такой, как Борецкий переход, ревность мужа, закон назарейства. Но, знаете, наши мудрецы еврейские, они в этом вопросе находят связь. И я хочу вам прочитать, что об этом говорит Ягуда Ханаси, рабе такое интересное. Он говорит, что тот, кто видел бесчестие совращенной женщины, должен отказаться от вина. Его мысль, что большинство преступлений против морали, они происходят под влиянием Хмельнова. Ну, я же, с вашего позволения, хочу поделиться своим пониманием. У меня тоже есть, что чуть-чуть сказать. И вот из Писания, если мы посмотрим, ну, вообще, если мы посмотрим этот отрывок о назарействе, мы видим, что обед назарейства мог дать любой человек. Это мог быть мужчина, как мужчина, так и женщина. На зреем мог человек быть от рождения, на зреем человек мог посвятить себя на всю жизнь. Он мог сделать это на определенный период. Как говорят, опять-таки, комментаторы, этот период должен быть не менее одного месяца. Но мог это сделать каждый человек. И делалось это в случаях, в определенных случаях, когда человек испытывал благодарность Богу за спасение, за рождение ребенка, за исцеление от какой-то серьезной болезни. И если мы вспомним как раз предыдущий отрывок Торы, который говорит о законе света, то мы видим, что конечным этапом этого всего действия, когда женщина проверялась, было то, что у нее возможность была деторжения. Она рождала. Комментаторы говорят, что такая женщина, которая действительно была верна своему мужу, которая доказала свою верность, выпила эту горькую воду, она рождала, и причем рождала сына. И вот момент как раз назарейства, это что такое назарейство? Назир – это кто? Это выделенный, это человек, переводится значение слова, это выделенный, это когда человек из благодарности выделяет себя для особенного служения с Богом. И в этом я вижу связь. У нас мало времени. Далее идет молитва Аарона. О ней я говорить не буду, мы все хорошо знаем ее. Молитва очень важная в еврейской традиции. Был специальный помост в храме. Священник дважды в день в Израиле, дважды в день выходил, поднимал руки и благословлял израильский народ. Но, вы знаете, хочу подвести итог сказанному, для чего я провел вот этот беглый такой обзор по этим законам. Потому что все после этих законов благословение Аарона. Но благословение, которым благословляли священники, оно могло действовать только в случае, если исполнялись эти моменты. Это не какой-то заговор, не какое-то действие, облагословили и все. Для того, чтобы оно работало, должно быть первое, это святость, чистота храма. Второе, должны быть правильными в заотношении внутри народа. Должны быть правильными в заотношении внутри семьи. И сердца человеческие, они должны быть благодарны, чтобы с особым усердием служить Богу. И для нас с вами это также важный и актуальный принцип, потому что, как тогда Израиль, это все законы были даны перед движением вперед, так и нам, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы исполнить Божью волю в распространении Его Царства на этой земле, нам надо также следить, чтобы у нас были эти вещи, чтобы наш стан был чист, чтобы мы были чисты перед Богом, чтобы наши семьи были светом этому миру, чтобы у нас отношения были отношениями любви и служить с благодарностью, беря не то, что даже ты должен делать, а из благодарности Богу делать особенное усердие. И тогда мы увидим Его славу, увидим спасенных людей, и пусть Бог нам в этом поможет. Баруха Шем. И давайте помолимся за израильский народ, чтобы понимание Торы, оно раскрывалось через принятие Ишуа Мессии, потому что Ишуа есть живой Тора, Ишуа есть тот, кто раскрывает глубины Торы. Авину Малкейну, святый, мы благодарны Тебе за наш народ Израиля, Господь. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты верный своему народу, и Ты сказал, что весь Израиль будет спасен. Господь, мы хотим иметь часть в Твоей работе, Господи. И мы просим Тебя, благослови Твой народ, Господь. Благослови, чтобы их сердца были открыты, и чтобы Твой рог, он коснулся, и они обратили свой взор в Тебе, Ишуа, потому что Ты есть Царь Израиля. Ты есть живой, вечный Бог, который пришел спасти прежде всего погибающих овец дома Израиля, Господь. И мы благословляем Твой народ. Мы просим Тебя, Боже, чтобы во всех синагодах, когда комментируется Тора, Боже, Твой Дух действует, и чтобы все, и Боже, их внимание в любом случае, оно пришло к Тебе, Ишуа. Мы благодарим Тебя за Твой народ и за верность Твою Твоему народу. Бешемишуа Машхейну. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok